Один человек, он был на приеме его к президенту, записался там за несколько месяцев и наконец в приемную попал. И ждал, когда пригласят его войти в кабинет президента. Не в России. Он ждал долго, уже часы, даже больше, и спрашивал секретаря, ну когда же, когда же, говорит, ну президент занят, подождите еще немного. И в какой-то момент секретарь вышел из приемной ненадолго. Этот человек был там один, он подумал, что же там происходит вообще в этом кабинете, уже так долго. И так чуть-чуть приоткрыл дверь. И увидел, что президент ползает по ковру на четвереньках. А на спине у него мальчишка, внук сидит. Говорит, налево, прррр, вперед и командует еще. И тот ездит налево, направо, все команды исполняет. Внук играет с внуком. Кто-то сидит в приемной к президенту, а кто-то на спине у него катается. И тут я вспоминаю эту фразу, что Бог у себя дома не творец и не судья, а возлюбленный. Это называется махаманта. Обращайтесь в ему близкое имя. Как в Коране говорится, есть девяносто девять имен Аллаха. Но есть сотая, которая не упоминается в Коране, познав которой человек будет делать чудеса творить. Сотая, познав которой человек будет творить чудеса. Эти девяносто девять имен означают различные качества. Справедливый, милосердный, творец, мудрый и прочее. И если вы медитируете на какое-то имя качество, вы обретаете это качество сами. Как железо погруженный в огонь становится, как огонь. То же самое. Вот это общение с Богом называется. Через имя, призвавший имя Господа, спасется. Где двое и трое, во имя мое, там и я с ними. Воспевайте меня Господа с летаврами, цимбалами, барабанами. Песня Давида. То есть, досветится имя твое. Везде упоминается имя. Потому что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Это говорят в ведические книге. Если вы попробуете это повторять, вы сразу почувствуете, что связь есть. Ну, я это практикую тридцать лет, поэтому я это утверждаю. Просто потому что это основано на моем опыте. Можете общаться с ним лицом к лицу, пожалуйста, можете получать ответы, если у вас есть вопросы. Но если вы это делаете квалифицированно, то, конечно, результат будет более могущественный. Есть различные формы медитации. Есть джапа-медитация, есть киртана, есть баджана. Я немножко объясню об этом. Например, джапа-медитация – это индивидуальная медитация. Тут у меня есть такие четкие бусы из священного дерева Тулуси. Вот на них повторяют имена Бога. Вообще, бусы делаются четкие из драгоценных камней. Из золота или бриллиантов. Поэтому, если у вас золото и бриллианты есть, сделайте такие бусы. Если нет, то нужно дерево, вот это священное дерево Тулуси, но дороже бриллиантов и золота, говорится. Священное дерево Тулуси. 108 бусинок здесь, 109 разделительное. Индивидуальная джапа-медитация – это тихое повторение мантры для себя, чтобы вы сами слышали себя. Берете первую бусину, между большим и средним пальцем, указательно не участвует. И вот так вращаете бусину вот здесь, чтобы сосредоточиться. Это касание поможет вам сосредоточиться. И негромко повторяете всю мантру. Гореи-Кришна, гореи-Кришна-Кришна, горея-Гори и рам-гри-рам, рам-рам, горея-Гори. Вторая гусина. Третья гусина так же. Я показываю медленно сейчас. У нас técnica нужно сжать вибрацию плотнее. Чтобы он контролировать, нужно плотнее, бодрее. Примерно так. Гореи-Кришна, горея-Кришна, гореи, гореи-рам, горея-Рам-рам, рам, горея-Гори, горея-Хри-ctarи, И так продолжаете, продолжаете. И затем у вас кончится 108 бусинок. Вы придете к 109 разделительной. Это будет один круг джапа-медитации. Примерно займет 10 минут, если вы неопытный. Если вы опытный, быстрее. 5-7 минут. Если вы один круг мантры повторяете каждый день, у вас появится способность различать ложь и правду. Вас будет очень трудно обмануть. У вас появится интуитивное понимание. Но если вы повторяете 4 круга каждый день, это примерно полчаса 40 минут, может занять 4 круга каждый день, то у вас появятся... Все материальные дела пойдут в гору резко. Ваша концентрация изменится, способность принимать быстрые решения, много сомнений уйдет. То есть рассеется много ложных вещей. И вы будете эффективнее действовать. Работа резко пойдет в гору, любая. Чем бы вы ни занимались. Посчитайте, пожалуйста, сколько мы с вами тратим времени вообще в России, в семье, где угодно, на разборки, на конфликты. Колоссальное количество энергии тратится на все это сейчас. Поэтому мы не очень эффективны. Мы часто болеем, переживаем, о чем-то другом думаем, расстроены и так далее. И стимулируемся только деньгами в основном. Не любовью, а деньгами. Очень рискованная ситуация. И когда вы повторяете мантру, вот этого вы будете не зависеть. Вам будет легко. Следовать своему долгу и обязанностям. Если же вы повторяете восемь кругов мантры, каждое утро, ну, это нужно подняться пораньше, где-то примерно в 3.30 утра, вставайте. А, я понимаю, понимаю. Ну, хотя бы в 5 утра. Опять не то. Но уже в 6, не позже. Нельзя. Позже уже там работа скоро, будет беспокойство. Пораньше поднимаетесь, сразу в душ. Целиком умываетесь, меняете все нижнее белье на чистое обязательно. Одеваетесь. Прохладный душ должен быть. Не горячий, не ледяной, прохладный. Летний, летняя температура. И повторяйте мантру в это время, еще до работы. Слушайте этот звук. Тихонько садитесь, повторяйте. Ну, так, чтобы не разбудить никого, конечно, в квартире, я думаю. Если вы повторяете восемь кругов, у вас появится особый опыт в сердце, трансцендентный. Вы получите непосредственно ощущение духовного счастья. Ну, приоткроется это. Ну, чуть-чуть. Так же, как вы свечку зажигаете, вот в темной комнате, она еще всего не освещает, но выход найдете уже. Сориентируйтесь. Там все будет ясно. Самим. Сердце будете видеть, слышать свое. Но если повторяете 16 кругов мантры каждый день, ну, вот я повторю 16 кругов, поэтому я говорю, это мой минимум. Это займет полтора-два часа каждый день. Ну, тогда вы сидите в самолете А-420. Присуните ремни, пожалуйста. Форсажи. 30 секунд, правда? Земли нет уже. Только, пожалуйста, не выходите раньше времени с самолета. Вот тут риск. Не рискуйте, не повторяйте сразу 16 кругов. Потому что вам вдруг может показаться, что вы Иисус Христос. Вы вдруг увидите, как работает карма и гуны. У вас вопрос, тут же ответ. Вы воплощение Бога. Знаете, это опасный момент. Вот эта вот вещь, вот это понимание себя может вам навредить. Поэтому, пожалуйста, не 16 кругов сразу. Один круг сначала освоите, потом два. Потихоньку привыкайте к этому. Советуйтесь с теми, кто же повторяет опытом, делитесь. Это очень важно, чтобы вы правильно развивались. Не мнили о себе чего-то там. Есть много людей, которые обвеляются потом Иисусом Христом. Я встречал немало таких людей. В России их особенно много. Несколько лет назад был слет Иисуса Христов в Канаде. Где-то более 200 человек слетело из Иисуса Христов. И там был вопрос только о нем. Тоже настоящий из них. Но так они решили, разъехались и все. Ну, люди так думают просто. Одна женщина из Петербурга ко мне подошла и сказала, я общаюсь с Иисусом Христом, непосредственно. Он у меня в сердце. Я говорю, почему решили, что это Иисус? Он говорит, а он так представился. Я говорю, если я представляюсь Иисусом, вы поверите в это? Она молчит. Я говорю, и что он вам говорит? Он говорит, пойдем попьем чаю. А, он говорит, понятно, ясно все. Иисус специально для этого пришел с вами чай пить, я понял ли? Может так показаться. В определенном состоянии какая-то чакра может быть несбалансированной, может такое впечатление быть ложное. Как ложная беременность, знаете. Живот растет, а ребенка нет там на самом деле. Это кончится, это пройдет. Это, о самом мнении, пройдет, когда не будет результата. Редактор субтитров А.Семкин